В стране истощаются сырьевые запасы лекарственных растений. На это влияет растущий спрос на внешнем рынке на растения, используемые в медицине. В этой связи был разработан и единогласно одобрен закон о растительном мире. На эту тему состоялось совещание по обсуждению закона Республики Казахстан о растительном мире. В Казахстане насчитывается более 6 тысяч видов растений. Из них около полторы тысячи лекарственные. 390 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан. А в список экспортированных лекарственных растений входит 14 видов. Это солодка, фирула, цистанхея и другие. По данным таможенной статистики, казахстанская солодка пользуется спросом в Китае, Турции и США. Отметим, что с 2018 года Казахстан экспортировал в Китай 40 тысяч тонн солодки. Неэффективное использование растительных ресурсов, разрушение мест и их произрастания, вытеснение местных растений чужеродными видами, завезёнными человеком, стало возможным. В результате это могло привести к снижению разнообразия растений и деградации естественных экологических систем. В этой связи разработан и принят закон о растительном мире. При разработке законопроекта учитывался и международный опыт. Также в рамках законопроекта по предложению научных организаций установлен порядок создания зелёных территорий деревьев, кустарников, а также районированных видов травянистых растений. Законопроекты указанного закона не распространяются на сельскохозяйственные растения, а также растения, произрастающие на приусадебных участках, участках для личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства и озеленения. Закон определяет порядок инвентаризации, государственного мониторинга и кадастра растительного мира. Основное нововведение закона – информирование об обороте отдельных видов растительного мира. Это означает, что субъекты отечественного предпринимательства могут законно и рационально использовать растительные ресурсы в порядке специального использования для производства фармацевтической, пищевой и технической продукции.